Даугаповская городская дума продолжает оказывать поддержку молодым специалистам, предоставляем для аренды жилье в самых разных микрорайонах города. В прошлом году самоуправление выделило квартиры 13 специалистам для шести сотрудников из сферы медицины, трех из сферы спорта, двух из области культуры и дум строительным инспекторам. В ближайшее время эта цифра должна значительно увеличиться. Согласно информации, предоставленной Даугаповской региональной больницей и Даугаповской психоневрологической больницей, в ближайшие годы квартиры для проживания потребуются 70 будущим сотрудникам этих заведений. В соответствии с программой самоуправления, если медики или представители других оговоренных отраслей хотят работать в Даугаповсе, то они сами могут выбирать подходящую для них квартиру из фонда самоуправления в удобном для них районе. Если это происходит, то городская дума может сделать основательный ремонт в выбранном жилье. Важный нюанс – предоставляемые квартиры выдаются без мебели и электроприборов, о чем специалистам стоит знать заранее. Важным шагом в развитии муниципальной программы станет ремонт многоквартирного здания по улице Гайсма-7 в микрорайоне Ругели. Здесь планируется привести в порядок все три корпуса дома с обновлением всех технических узлов. Проект на эти работы уже готов. Если победитель конкурса по ремонту, получен разрешение. Софинансирование думы заложено в бюджет Гордона 2021 год, а сейчас ожидается принятие бюджета страны для оформления кредита. Кроме того, в этом году самоуправление планирует снести заброшенное здание по улице 18-го номера 43, чтобы в будущем построить здесь жилой дом. Договор заключен, проект технический есть, строители могут начинать работать, если бы они начали в прошлом году в состоянии рассчитаться. Сейчас могут работать, тоже мы рассчитаемся. Софинансирование необходимое в бюджете Города 2021 мы предусмотрели, остальную часть будем планировать из кредита, согласно тому, как это предусмотрено в государственном бюджете. Будут правила комитета министра в феврале, и согласно этим правилам, я уверен, мы получим кредит и сможем все три секции реализовать. Но так как есть спрос, то незабываемый продом на 18-го номера 43, в бюджет заложили деньги для сноса старого здания, чтобы это было бы первым шагом для того, чтобы подготовить площадку, сделать технический проект и тогда уже привлекать финансирование для того, чтобы построить и там здание, которое будет для обеспечения жильем молодых специалистов, ну и в нужных ситуациях помогать нашим горожанам тоже. Городская дума не исключает возможности, что после сдачи дома по улице Гайсма 7 в эксплуатацию, отдельные ее квартиры также могут быть проданы для желающих переехать в микрорайон Ругели. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Дагупилской городской думы.